Один. Только не ругайся, чтобы ни одного плохого слова не сказали. Да, понятное дело. Я вас смотрел. А где вы смотрели? На ютубе ваш канал видел. Ну да. А как он называется? Во славу Библии. Во свете Библии? Да. Правильно. Да, я слышал. Очень много смотрел и интересовался. У нас православную деревню строим с нуля. У нас есть что показать. У нас в ютубе 14 тысяч. Да, это деревня Потеряевка. А? Потеряевка, да? Да, деревня Потеряевка. Ну, явно видел, что... Если по скайпу думаете прийти поговорить, просто зарядите Игнатий Лапкин, и вы на меня выйдете. Я один такой, с фамилией с этой. Ну, если честно, я уже удивлен, что встретил вас. Вот она у нас. Вот. Вот. Но мы пришли сюда, чтобы в этой мерзости, здесь что подпопало творится, и блудят открыто, и все. Рассказать людям о Боге. Что ждет людей за это? Никакие прелюбодеи, пьяницы, сар все Божие не наследуют. И мы пришли, я считаю, Евангелие, вот кто пожелает, я считаю, главу, другую, псалтыри, псалмы, чтобы как-то людей расположить к Богу. Я уже... Пока человек этого не поймет сам, он не придет. Не придет, правильно. У человека воля, он по образу Божий сотворен. Златоуз говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Верно. Так вот. Надо просить Бога и молиться. Видишь, какая лестница на небо? Называется Сотница. Написано, семикратно в день прославляю тебя, Господи. Три святые и сто поклонов. Это один раз. И не меньше семи раз в день мы становимся на молитву. Благодарим Бога за все. Вы знаете, какую мы поездку сделали-то? Миссионерскую. Нет. У меня 38 томов вышло из печати, моих книг. И Господь мне положил на сердце подарить библиотеке мир. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, порт Находка. А потом вернулись и поехали туда, дошли до Португалии. Прошли все государства Европы. Я везде дарил библиотеки. 650 городов посетили. Скандинавию, Прибалтику прошли. И север. 650 городов и районных центров я везде подарил по полному комплекту. А один комплект стоит 750 евро. У меня, если честно, друг есть из Алтая. Я сам из Москвы. Он шел из Москвы пешком, то есть на попутках. Шел в Алтай к себе домой. Он инвалид. Инвалид детства. Дело в том, что он попал, получается, к баптистам. И они где-то, ну, грубо говоря, выручили его, ухаживали и так далее. Он работал там. Ну, год жил там и, ну, еле отпустили. Как мы с ним созванивались. Говорит, что еле меня отпустили. Он хотел домой очень. Вот. Такая история. Ну, для нас православных это все еретики. Мы должны им рассказать о Боге. Потому что вне церкви нет спасения. Они не церковь. Хотя они хорошие люди. Работают хорошо. Семьи хорошие. Но они не церковь. Они возникли в 17 веке. А церковь-то образована в 1 веке. Ну, мне кажется, даже эта вся история, она искажена. В 17 веке, наверное, началось это искажение истории. Ну, мы остаемся в церкви. Потому что она Христова невеста. И сравнивать, когда мы беседуем с баптистами. В нашем доме многие баптисты пришли в православие и стали священниками. Я миссионер. 56 лет проповедую Бога. Пришлось и в тюрьмах побыть, попариться. Так, если вы зарядите во свете Библии, еще есть сайт. И скажите сайт. Во свете Библии сайт. Игнатий Лапкин. И в сайте вы найдете там справа 55 папок стоят. Там я отвечаю на вопросы студентам. В милиции, по радио. 4124 вопроса. Представляете? Там на тему отдельно православие, секты, католицизм, мусульманство. То есть любой вопрос был отвечен. Социология, работа, дети, воспитание, будущее. Сайт. Это сайт. Не ютуб, а сайт. Игнатий Тихонович, очень удивлен, что встретил вас, если честно. Очень удивлюсь этому, очень рад. А вы на сайте были у нас? Да, я смотрел ваш ютуб канал. Это ютуб канал, это одно. А во свете Библии сайт. Сайт, такая система. И там у меня 50 книг моим голосом насчитаны. Господь так позволил и сделал. 55 книг. 50 книг насчитаны моим голосом. Там. Где на вашем сайте вот сейчас? Да, на сайте. Это и Златоуст насчитаны, Жития святых, Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. Там море информации. Просто море. Там государственные фильмы о нас сняты. На сайте. Это Бог так сделал. В бедности. Живем интересно, красиво. У нас ничего нет. Ничего нет и всем обладаем. Люди удивляются, как можно жить. У меня пенсия. За 35 лет трудового стажа. 8 тысяч. 141 рубль. 33 копейки. На сегодняшний день. Кто-то богат деньгами, кто-то богат. И ни разу голодный не ложился спать. И притом Господь позволил, представь себе, издать. И когда мы ехали, дарили книги, мы сделали подарки людям на 35 миллионов. Вот это да. Это Господь так сделал. Это нельзя повторить. Где мы только не ночевали, когда ездили. 120 тысяч километров прошли. Это три раза по экватору вокруг земного шара. Интересно как. И у вас вопросы какие-то есть о спасении души, о вечности? А может быть, любые? У меня, да. Много вопросов. Давайте вопросы. Задавайте. С чего начать? Ну как Господь на сердце положит, только чтобы ни одного дурного слова не сказали. Не было руганий. Это понятно. Я слушаю. Говорите, пожалуйста. Ну вот год назад от меня ушел отец, он не умер. Царство небесное. И мы с ним поссорились. Так. И не смогли так поговорить. Ну, самая такая проблема, которая у меня гложет. И у меня есть бабушка, она на самом деле монахиня, моя бабушка родная. Она не выходит на связь, объясняет тем, что с мирскими, то есть, ну, со мной она не может иметь никакой контакт. Как бы, хочет две квартиры подписать в церкви, когда у меня еще две сестры маленькие. Ну, какие-то такие слухи ходят. Я не могу с ней увидеться, она не выходит на контакт. И, ну, то есть, это мама моего отца, который умер. Мама отца. А отец-то что с ним? Ну, в 49 лет просто умер. Пришел домой, поставил сумки и упал. А что, с сердцем? Да, у него с детства болезнь сердца. А он курил, пил? Ну, выпивал, не курил. Ему не надо было это делать, потому что, видите, как нету. Ну, что теперь сделать? Теперь заочно, мы же православные, нам разрешается молиться за умерших. Молитесь о нем, чтобы Господь помиловал, просил, и вас Господь простил. Так-то надо было помириться, конечно. Вы, сын, должны были наклониться перед ним. Ну, я очень столько пережил за это время. Я всего осознал, как бы. Ну, тяжело это объяснить даже. Ну, все, этот вопрос решен. Только так, помолиться, сходить в храм, подать там, как положено. Я ходил, все сделал, все сделал, как надо. Панихиды и так далее, все. Ну, все, это все правильно сделали. Потому что в ней православная церковь, все остальное шатко и хлипко. Еще что у вас? Да, так все, слава Богу, все хорошо. Да вы же говорили, у вас много вопросов. Ну, основной вот этот вопрос, что делать с бабушкой? Ну, это его решать только теперь так. За гробным миром только молитва. Нам не запрещено молиться за родственников. Если он верующий был, то поминать, как раба. А если не верующий был, молиться можно келейной молитвой. Но, Господи, прости, если моя молитва не угодно. Вы сами крепко верьте, если православные. Вы не должны ни с чем плохим заниматься. Сейчас пост идет. Значит, надо его соблюдать. Осталось, фактически, эта неделя прошла, три недели. И Пасха Христова уже будет. Время летит быстро. Вот только масляница была, а уже и паста на носу. Ну, приходите, если будут вопросы, в скайп, в скайпе. Игнатий Лапкин, вы на меня сразу выйдете. Только чтобы у вас ни очков не было, под своим именем своя фотография была. И напомните, что вы разговаривали об отце, чтобы я видел, с кем разговариваю. Я вас понял хорошо. В скайпе зайдете. Подготовьте вопросы, напишите их. Ну, всего хорошего, с Богом. Как вас звать-то? Даниил. Даниила. Даниила. Да помилуй Господь Даниила. Услыши молитву. Успокой его сердце. Радуйся всегда. Не скорби. Ты уже мертвому не поможешь, а себе повредишь. Молись и радуйся. Я говорю, как говорю, укрепи меня, Господи. И так легко. Да. Вы всегда говорите, берите Библию и считайте. Обязательно Библию и считайте. Евангелие. Каждый день. Утром и вечером молитвы. Сейчас пост. Если не соблюдал, начни с сегодняшнего дня. В субботу-воскресенье. Сегодня у нас уже четверг. А вот в субботу-воскресенье разрешается масло. А тут будет благовещение. Даже рыба разрешается. У нас диета другая. Ни мясное, ни молочное, ни яйца не разрешается. Семь недель. Даже малые дети исполняют. Бороду не трожьте. Зачем ее брить? Не надо. Мою? Конечно. Ваша. Какая-то? Да, какая есть. Вы если в храме бываете, посмотрите по иконам. Христос с бородой. Апостолы с бородами. Пророки. А ты кто такой? Это образ Божий. Он дал. Это знак власти над женою. Мне все говорят, что ты с бородой. Ну, это говорят. Это мнение людей мирских. Мнение людей мира. Ян Златоуст говорит. Это люди мира говорят. Златоуст говорит, это пис, комара, жужжание, жука и карканье вороны. Вот какое мнение о них. Даже не надо говорить. Но они говорят, думают. Ну, пусть говорят. Все это твое. А вы лагерем? У вас же детский лагерь, да? Детский лагерь, да. Я начальник. 45 лет был его. Мы сейчас приобрели несколько домов в деревню. В деревню переместились. А где лагерь был, сейчас оформляю, чтобы был музей. Людям показать, как можно жить. 45 лет. Тысячи детей подняли. И ни рубля государство не дало. Ни одного рубля. А то и не даст никогда. Ну, вот. А нас только гнобили, давили. В 98-м году 15 краевых комиссий было. Два уголовных дела попытались на меня воздвигнуть. И ничего нет. Господь все развеял. Вот эти уголовные дела надо воздвигать на тех, кто управляет сейчас страной. А не на вас. Теперь уже все в прошлом. Благодарим Бога. Когда напали на нас. А дети стоят у нас в столовой, такая, открытая на воздухе. Ну, крыша. Шифер. Она не такая, не крутая. Вот такая. Немножко наклонная-то. А дети стоят с плакатами и крещат. Не заходите. Не заходите. А вокруг там милиции приехали. А плакаты держат. Коммунисты, людоеды, займитесь своей душой. Бог не в силе, а в правде. Александр Невский. Плакаты стояли. Это все засняли. И они ничего не могли сделать. Понятно. Это Господь нас защитил. Бог. Мы верим в Него. Но всего хорошего, Даниил. С Богом. Бог доброго. Я вам тогда отпишусь. Да. Это когда будет, возможно, так и зайдите. А я вам там все ресурсы еще скину. В мой мир можете войти, Игнатий Лапкин. Мейл.ру. Там 22 тысячи наших фотографий. Вы только пищали на себя не напускайте. Заботься о детях, о матери, кто там есть, что. Так что был подвижный. Рано вставай и не позволяй расхолаживаться себе. Вам сколько лет? 28. А мне 80. И у меня всегда радость. Вот я в комнате сижу, а у меня голуби здесь. А на улице у меня три голубятни. В деревне здесь. Видите как. Я все время гоняю на велосипеде. Мне даже нужды никакой нет. Я так где-то в дороге, наверное, буду ехать и умру. Жизнь-то закончилась. Я оглядываюсь назад, и мне все приятно. Как меня сажали, какие люди были, следователь крестился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Сколько преступников пришло, каялись. Они не знали, что со мной делать. Это Господь так делает? Да. Дивные дела Божьи. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя.